Волок сократилось с 4 тысяч до 8 тысяч заводов. Заворы Бария — это одно из последних мест обитания этих млекопитающих. Но даже здесь их догнал человек со своими стадами. Ко ближести колонии кацких доманов греется на солнце. Волоки охотятся на этих млекопитающих по размерам с кошку, которые, как ни страны, имеют общего предка со слонами. У них такой же состав зубов, структура костей и устройство гониталий. Затем Саба замечает группу павианов-анубисов. Она осторожно приближается к ним. Эти обезьяны, обездающие на земле, могут помещаться в группы из 50-й горе и особи, если на всех хватает пищи. Павианы едят все — от семян и орехов до пескароек и даже небольших антилот. Они, в принципе, не охотники, которые убивают все, что могут заварить. Хотя они не представляют большой угрозы для Сабы, она все же мудро держится подальше от них. Саба взбирается на гребень горы, она видит огромную долину, огороженную со всех сторон горами. Оно в глубине долины, нет ручьев или рек, и солнце палит беспощадно. Кажется, что долина безлюбная. К тому времени, как Саба пересекла долину Санетти и взобралась на гору, она сильно устала и очень хочет пить. Впереди простирается другая долина, но, похоже, и она пустая. Это долина Веппин. Начинаем. На высоте от трех с половиной тысяч метров над уровнем моря климат наиболее ярко выражен и не предсказывает. Сегодня, возможно, будет еще дождь. После спуска с горы, измученная Саба ложится, потому что ей обязательно нужно перетохнуть. Однако ее сон нарушает знакомый звук, который улавливает ее чуткое ухо. И вдруг происходит неожиданное событие. К Сабе подшлядывается волк. Это молодой Санец. Кажется, он заинтересован и настроен вполне. Миру любила. Саба лежит неподвижно. Она не знает, как поступить. Наконец, она начинает двигаться. Скорее всего, это его территория, поэтому Саба осторожно приближается к нему и ждет. Его зовут Адане. Ему два года, так же, как и Сабу. Два других волка проходят мимо, совершенно игнорируя Сабу. Она внимательно осматривает местность и видит неподалеку стаю. Эта территория принадлежит стае Котера. Сейчас волки готовятся к ночевке. Адана присоединяется к остальным. В отличие от двухлетних самок, самцов не выгоняют из стаи, и они остаются в ней всю свою жизнь. Кэнди, Кэнди, Кэнди. Как интересное кино. Кэнди, Кэн. Интересный фильм, да? Кэнди, Кэнди, Кэнди. Вот. Кэнди, Кэнди, Кэнди. Однако очень хочет увидеть большая или иной территория. Средняя территория, которую занимает эфирский волк, насчитывает 10 квадратных километров. В зависимости от того, сколько на ней можно добыть еды, оттого бывают и там люди, и их скоб, которые питаются подножным кормом. Во время патрулирования они будут помечать границы своих владений мочой, фиталиями, следами когтей и громким воем, чтобы остальные стаи не заходили на их территорию. Саба наблюдает за привычным ритуалом со стороны. Стая знает, что Саба идет вслед за ними, и кажется, что против. Все-таки, будучи посторонней, она не хочет подходить к ним слишком близко. Ставший от стаи волк услышал что-то, что заставило его насторожиться. Он бежит, догоняя остальных волков, которые уже уходят прочь. Что-то не в порядке, и тревога распространилась по всей стае. Канди, интересное кино. Интересное кино. Играет музыка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты моя, кто там? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кэнди. Кэндишка, Кэнди. Иди сюда, сладкий. Все посмотрела? Все программы? Умница. Умница, хорошая девочка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА